Это не митинг и не акция протеста. Все эти люди пришли в администрацию Свердловского района выяснить один вопрос. Когда они получат свои квартиры? Люди купили жилплощадь в жилом комплексе «Панорама» на берегу Енисея. Рассчитывали на прекрасный вид на левый берег. Подкупила и хорошая репутация строительной компании «Зочи». Ведь она на рынке уже больше 20 лет. Строили коттеджные поселки, жилые комплексы и даже реставрировали цокольный этаж магазина «Детский мир». Но в этот раз что-то пошло не так. Посоветовали. Также через агентство недвижимости сказали хороший застройщик. Мне кажется перспективный район. Который покупали, он уже строился или еще нет? Ну вот когда мы покупали два года назад, на каком уровне был дом третий, я про третий дом сейчас говорю, на том уровне он сейчас есть. Там три этажа. Однако на штаб по решению насущных вопросов, касающихся их жилого комплекса, людей не пустили. Собираются в закрытом заседании без участников долевого строительства. Мы просто считаем, что это неприемлемо, так как мы являемся одной из сторон данной ситуации и должны непосредственно понимать, какая ситуация на сегодняшний день и какие перспективы дальнейшего строительства нашего дома. Совещание проходит за закрытыми дверями. За столом собрались представители строительных компаний, у которых возникли проблемы, ресурсоснабжающие организации, депутаты и сотрудники администрации. Сегодня обсуждают подведение в дома воды и электричества. По словам представителя строительной компании, сейчас ситуация начнет стабилизироваться и дома точно будут достроены. В течение полутора недель или двух недель фирма «Тактика С» подписали договор, заходят на монтаж окон. Кирпичная кладка будет у меня начинаться совместно с четвертым домом, который у нас идет под проект нефинансированный. Это тоже где-то две, может две с половиной недели. Камельщики есть в принципе, договора у нас фактически на выходе. В администрации говорят, это уже далеко не первое собрание, касающееся домов жилого комплекса. Раньше на них пускали дольщиков, но с каждым разом их становилось все больше и больше. И совещание превращалось в балаган. Когда людей очень много, допустим 30 или 50, ну вы сами посудите, как можно организовать проведение технического совещания. Очень много вопросов, очень много вопросов именно не в теме нашего совещания. Люди просто задают вопросы разного плана и политические вопросы. Ну, немножко целесообразность тогда такого вот технического совещания срывается. В администрации заверили, что скоро соберут владельцев квартиры, проведут выездное совещание прямо на стройплощадке. И вместе с дольщиками посмотрят, какими темпами ведется работа. На месте работают сразу два застройщика. Им необходимо сдать семь домов. Если на площадке спецстроя рабочий день в самом разгаре, люди трудятся, это видно, то строительная компания «Зочий» пока не торопится и никакой активности мы здесь не наблюдаем. Если посмотреть сверху, то можно заметить, что работает бетономешалка, а рядом с домом лежат строительные материалы. Представитель компании «Зочий» нам пояснил, что стройка ведется, но очень медленно, не хватает финансирования, материалы подорожали, тарифы возросли и в итоге денег не хватило. Но сейчас темп работ будет постепенно наращиваться. Первый дом уже готовят вводить в эксплуатацию, а вот когда собственники получат свои квартиры в других многоэтажках, никто так и не пояснил. Антон Шевчук, Андрей Ткачуков, Фонтова новости.